Много там мыслей по поводу того, что Майдан заслужил победу, один судья даже отдал у нас ничью, да, 114-114. Ну, я все-таки не согласен с этим, потому что Майдан хорошо начал, и так, если мои подсчеты, то это максимум четыре раунда, которые можно было отдать Майдане. Все остальное за Майвезером, концовка, чемпионские раунды, и опять же таки Майвезер показал, что возраст ему не помеха, и он может в таком режиме еще очень долго, в общем-то, быть лидером рейтинга Power for Pound. Хороший бой, действительно, мне очень он понравился, и против матча-реванша, наверное, не будет никто. Бой предыдущий, когда Майдана, вернее, Майвезер настолько деклассировал соперника, бой был очень скучным, неинтересным. Тут, я думаю, он специально пошел на это, дал Майдане поработать, поэтому получился такой хороший бой. Мог пропустить серьезные удары, он их пропускал, вот, но опять же таки Майвезер показал свою стойкость. За всю свою карьеру он пропускал немного, но были очень мощные и сильные удары, и помним от того же Шейна Мосли, да, когда у него ноги подогнулись, но как он выживал в этой ситуации, там, вот-вот уже упадет, но выстоял. В общем-то, он, помимо всех своих классных, действительно, боксерских качеств, у него еще есть очень такое хорошее качество – это стойкость и умение держать удар. Майвезер немного осталось, у него там буквально полтора года, какое-то определенное количество боев, я уже не помню, сколько осталось до конца карьеры, до конца контракта, потому что, в общем-то, надеюсь, что даже после контракта он продолжит все-таки карьеру, не хочется расставаться с таким боксером классным. Я думаю, что, опять же таки, вариант один – это реванш, вариант два – это Мэнни Пакьяо, ну и вариант третий – там много еще боксеров, которые хотели бы встретиться с Мэйвезером, но самое интересное, конечно, это Пакьяо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова